Прогулки с металлоискателем для Дмитрия Шевченко не просто хобби. За два года увлечение стало приносить небольшую прибыль. Доходы у сельских жителей скромные, поэтому приходится искать варианты для подработки. После работы в свободное время поехал, думаю, делать нечего, покопаю металл. Вот начал я оттуда, с того угла, и ближе к 7 часов, ну в 7 часов в 8, минут 5-10 восьмого, обнаружил здесь гильзу. Начал ее чистить от грязи, что-то внутри. Начал разбирать и вот достал их. Гильза, то есть некий такой, как от двигателя. От двигателя, да, гильза. Достаешь оттуда, что там было? Там было все завернуто, каждая часть, не каждая часть, по 2-3 части в бумагу. И в солидоле все смазано. И патроны отдельно, и все отдельно было. Такому сокровищу можно было бы и порадоваться, но хранить его дома или продавать это уже не хобби, а серьезные проблемы с законом. Когда ты понял, что это достаточно такая опасная находка, хоть и интересная, да? Да. Твои действия какие были дальше? Ну, я сразу все убрал, положил подальше от детей, от всех, никому ничего не говорил. И понедельник утром отвез в полицию. Вот эти редкие и все еще представляющие опасность находки. Пистолеты Вальтер и Штейр с патронами. К экспертам такие образцы для исследования попадают не каждый день. Данный пистолет является пистолетом Вальтером немецкого производства. Еще другое название – пистолет П-38. Данный пистолет изготовлен в 1943 году. На момент осмотра все детали данного пистолета находятся на месте, правильно взаимодействуют. То есть, предварительно можно сделать вывод, что данный пистолет будет пригоден для производства выстрелов. Следующий пистолет – 1915 года выпуска. Производство Австро-Венгрии является 9-мм пистолетом. При осмотре все детали данного пистолета находятся на месте, на своих штатных местах. И самое важное. Нашедшего и добровольно сдавшего оружие жителя села, помимо благодарности за проявленную сознательность, ждет еще скромный, но приятный бонус от государства. Постановление правительства Саратской области, сотрудниками Росгвардии, совместно с сотрудниками полиции, на постоянной основе ведется разъяснительная работа с гражданами о необходимости добровольной выдачи незаконно хранящего оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их комплектующих на возмездной основе. Соответственно, за добровольную выдачу незаконно хранящего оружия, боеприпасов, гражданам оплачивается денежное вознаграждение. В нашем случае житель села получит 8 тысяч рублей. Это в два раза больше стоимости его металлоискателя. Затраты на хобби точно окупятся. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.